здравствуйте уважаемые коллеги очень приятно снова встретиться с вами и снова поделиться тем значительным или незначительным сложно сказать опытом практический психолог но вы знаете что мы всегда начинаем с вами вебинары в теоретической части несколько научной для чего для того чтобы быть в одном терминологическом поле для того чтобы вы не объяснять каждый раз вам те термины потому что ну как врач психиатр естественно я добавляю медицину потому что я считаю что медицинские аспекты многих психологических проблем психологам надо знать обязательно и добавлять клиническую психологию в значительном количестве в обучении ну данный на данный момент это бакалавры и магистры синдром дефицита внимания это одна из важнейших проблем которые к сожалению к сожалению она ей не уделяется достаточного практического значения и внимание как-то перекидывает ребенок вместе с родителями от психологов психотерапевтом к неврологам и так далее неврологи предпочитают сказать что ребенок здоров и не выяснять анамнестические какие-то данные которые могли спровоцировать этот синдром психотерапевты говорят что ничего с возрастом все пройдет мы остается эта проблема на школьных и психологах детских образовательных дошкольных учреждений и психологов к различных центров к сожалению это неправильно потому что в основе все таки это медицинское мы с вами должны понимать что синдром дефицита внимания с гиперактивностью это совокупность симптомов значит это уже уже медицинское определение ну и вот первый слайд это как раз я и хочу вам сказать что и как синдром дефицита внимания все-таки это психическое расстройство детского возраста нейродегенеративного типа что такое нейродегенеративный тип то есть есть какие-то минимальные мозговые дисфункции связанные с микроскопическими поражениями коры подкорковых структур чаще всего все-таки это лобная доля синдром дефицита внимания наиболее распространенное вот поведенческое расстройство потому что это проявляется вот именно каких-то реакциях ребенка на окружающую среду и те симптомы которые выявляются то есть они должны быть без этого синдрома дефицита внимания мы с ним говорить не будем это нарушение внимания различными будем с вами об этом говорить ниже гиперактивность то есть чрезмерная двигательная активность и импульсивность то есть внезапность непредсказуемость поведения действий реакции и уже в мкб 10 было сдвг был отнесен гиперкинетическим расстройством с 18 века описывается сдвг немного немало да то есть в медицинской литературе как раз отмечаются описание дефицита внимания гиперактивности и так далее понятно что активно изучаться начало только с семидесятых годов почему семидесятых годов ну потому что в школьному образованию более стало более стало более такие пристальное внимание и стали выделяться вот те самые коррекционные школы и вот эта категория значительная категория детей она попала под поле зрения потому что ошибочно выставлялись диагнозы этим детям в том числе и задержка психического развития и слабоумие почему мы с вами поймем чуть позже а в исследованиях сейчас в данное время и тогда участвовали все абсолютно первые это родители которые обращали на это внимание и учителя когда ребенок приходил в школу педагоги когда ребенок обучался в дошкольном образовательном учреждении врачи соответственно психологи и так далее состояние было официально обозначено в те годы и естественно что раньше она рассматривалась как реакция поведенческая сейчас это рассматривается все таки уже как серьезное заболевание заболевание и вот смотрите в восемнадцатом году вам как бы 11 пересмотра уже гиперактивное расстройство с дефицитом внимания появилась как отдельный диагноз подтипы следующие а преимущественно невнимательность преимущественно гиперактивность импульсивность смешанный тип другой уточненный тип не уточнен эти ну серьезно достаточно да сдвг встречается у трех пяти процентов детей но я думаю что это только приблизительные минимальные цифры потому что ну насколько моя статистика мне говорит это около 10 12 процентов детей да с возрастом конечно скорректируется данное состояние но тем не менее ну мы не будем сегодня говорить о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у взрослых людей но к сожалению не скорректированное вот это состояние она переходит во взрослый возраст и существенно мешает людям уже в профессиональной деятельности в семейной жизни и так далее чаще болеют мальчики почему мальчики ну сложно сказать конечно связано это скорее всего скорее всего с темпами созревания корковых и подкорковых структур в частности лобных и стриарных структур которые у мальчиков наблюдаются у мальчиков наблюдается замедление это за этого созревания но это всем известно что мальчишки немножечко взрослеют медленнее чем девочки самые неприятные последствия это дезадаптация как которая может проявляться в разных ситуациях в любой обстановке чаще это тогда когда ребенку что-то непонятно или что-то раздражает ребенка до определенного времени уровень интеллектуального развития ребенка соответствует нормально возрастным показателям то есть мы не можем говорить о интеллектуальных нарушений у детей с синдромом дефицита внимания обязательно если этого нет мы говорить не будем о синдроме дефицита внимания что обязательно как диагностические критерии мы с вами определим продолжительность симптомов на протяжении как минимум шести месяцев то есть шесть месяцев регулярно потому что не забываем о критических периодах о том что ребенок мог болеть о том что у ребенка что-то могло беспокоить психологически и все это тоже будет проявляться определенными дефицитными явлениями со стороны внимания и гиперактивностью а возраст начала первые симптомы всегда появляется возрасте до 7 лет если эти симптомы вдруг выявились ну бывает такое что появляя обращает внимание на это в школе чаще всего все-таки необходимо всем специалистам которые будут работать с этим ребенком тщательно собрать анамнез я все время вам говорю о том что сбор анамнеза это очень важно необходимо знать как ребенок родился какая была беременность как ребенок родился как развивался особенно первый год какие заболевания травмы у ребенка были поэтому первые симптомы мы вы в любом случае выявим до 7 лет если этого не наблюдалось значит это что-то другое дело в том что постоянно симптомы распространяются на все сферы жизни и мы будем обращать внимание уже на то что ребенок дезадаптирован например в школе и дома в детском саду и дома в детском саду и где-то в какой-то секции на каком-то кружке то есть в двух и более видах окружающей обстановки необходимо исключить другие психические расстройства они могут быть связаны с течением от другого заболевания они с синдромом дефицита внимания вот это основной вот диагностические характеристики которые мы должны с вами четко понимать и определять есть они так ли это на самом деле или нет что же мы должны об на что мы должны обратить внимание чтобы понять не другое ли это что-то но это чисто медицинской конечно но и психологи все таки еще раз говорю психологи должны обладать определенными медицинскими познаниями познаниями именно для того чтобы заподозрить конечно это будут выделять определять уже в большей степени именно а неврологи и психиатры вот смотрите с нормальным высоким уровнем активности темперамент кто у нас живчик это конечно же холерик холерик который действительно иногда бывает настолько неудобным настолько гиперактивным что он будет напоминать нам вот именно ребенка с синдромом дефицита но определим уровень активности определим темперамент и если это холерический темперамент значит будет с поправкой относиться к этому ребенку и вот смотрите очень интересный пункт одаренность или задержка психического развития одаренный ребенок ну вы сталкивались я надеюсь одаренными детьми потому что у меня например это все время такая голубая мечта работать с одаренными детьми но у нас лицей конечно эти дети они присутствуют и в значительном количестве лицей достаточно серьезный ну и очень долгие годы я работала с детьми с задержкой психического развития иногда вы знаете они действительно напоминают один другого почему они отвлечены один отвлечен тем что он что-то раздумывает а второй отвлечен чем-то что его интересует как правило это то что-то не связано с познанием что-то такое что похоже а для него или является для него удовольствие то но здесь проще да нам определить то есть мы с вами проводим диагностику определяем одаренный ребенок определяем интеллекту степени интеллектуального развития задержку развития мы тоже достаточно скажем так точно можем определить и ее уровень и ее анамнестические данные почему она состоялась то есть достаточно просто нарушение зрения слуха но здесь все понятно где любой дефицит восприятия окружающего мира он естественно будет нарушать все когнитивные процессы это эпилептическая болезнь и потому что почему вот ее выделяют ну потому что есть такое понятие психические эквиваленты то есть те состояния замирания как будто бы ребенок замер и замер он в любой позе вот он повернулся на на право и замер на какие-то доли секунды секунды а иногда минута и две здесь естественно что его пытается ему сделать замечание ваня смотри сюда ваня делай за ваня не слышит вами в этот момент без сознания у него нет связи с окружающим миром начинает ваню ругать спустя секунды ваня приходит себя недоуменно смотрит почему его ругают слезы и так далее тому подобное или агрессивные какие-то действия поэтому естественно что обратить внимание на это необходимо родителям прежде всего как часто это ребенка бывает почему с чем это связано побочными эффектами долговременно медикаментозная терапия здесь я думаю понятно да мы с вами взрослые люди мы с вами читаем часто что что там из побочных действий мне мама недавно позвонила она многие годы пьет кардиомагнил а тут вот она прочитала хотя и объясняли что там какие есть побочные действия минимальные и так далее она прочитала и сказала что много побочных действий она пить не будет но пьет она уже лет 10 ну уговорили пьет дальше смотрите нарушение функции щитовидной железы но у нас в башкирии мы являемся эндемической зоной по формированию заболеваний щитовидной железы у нас недостаточно йода в питьевой воде и всячески конечно у нас рекомендуют и обследование и добавление йода и так далее мы списали с молодым человеком вот сдал он в январе защитил бакалаврскую диссертацию бакалаврскую работу и мы как раз и рассматривали щита функции щитовидной железы рассматривали заболевания эндемичность республики башкортостан то есть достаточно серьезно что там происходит медлительность сонливость это в одном случае в другом случае противоположным это гиперактивность выскочка вот такой вот он все стараться старается схватить везде все сказать и так далее это ошибочно принимается за поведенческие реакции а на самом деле это реакция организма связана с вегетативными нервами вегетативной нервной системы расстройство привязанности но что такое привязанность привязанность к чему-то кому-то да ну вот у ребенка наблюдаются эти проблемы и ребенок находится в тревожном состоянии и соответственно тревога это всегда всегда сосредоточение на своих внутренних переживаний и внешне это проявляется вот дефицитом внимания и посттравматические расстройства почему необходимо тщательно выявить были ли у ребенка травмы были у ребенка травмы выявили мы с вами что она мы собрали у мамы а он года в три назад упал с качели его ударило качелями не берите на себя ответственность не берите на себя эту проблему почему да потому что этим должны заниматься травматологи неврологи педиатры ну и наше здесь с вами интеллектуального развития долго переключается и определение уровня темперамента так долго переключается надо пораньше переключать меня а вот о мы должны с вами как мы с вами вот практически сразу давайте совет пока переключается что мы должны делать мы должны с вами осуществлять психологическую диагностику если мы не находим со стороны психологических процессов каких-то нарушений кроме дефимания то да это та проблема с которой мы можем работать если нет то отправляйте своих клиентов туда куда необходимо в частности врача так что-то у меня зависло слышно меня да а симптоматика а всегда проявляется до 4 в 4 приблизительно в районе 3-4 лет но обязательно до 7 лет ну и вот смотрите давайте мы с вами посмотрим какие определяются типы сдвг и в частности невнимательный тип когда внимание отвлечение забывчивость мечтательность дезорганизация плохая концентратности при выполнении задач гиперактивно-импульсивный тип нервозность беспокойство гиперактивность трудности в ожидании как ведет себя такой ребенок сидя сидя на кресле он начинает подскакивать он вскакивает он наклоняется постоянно то есть необходимо в постоянном движении то есть тогда когда мы с вами ну никак не можем за ним поспеть вот смотрите почему с 4 лет потому что до 3 лет ребенок гиперактивен силу физиологии это не значит что это очень правильно и до 3 лет мы тоже должны с вами обратить внимание на то что ребенок не может усидеть мне прислали видео моей внучке года 4 месяца прислали родители видео купили пластилин какой-то детский ну и первое знакомство с пластилином я была честно говоря обрадована что никаких проявлений нет ребенок быстро очень понял что в рот не нужно тянуть ну естественно ребенок все это тем более яркие цвета такие и консистенция такая которая напоминает что-то из еды но в общем то потом с удовольствием наблюдала как мама колбаски делала сама конечно еще пока не сообразила но тем не менее а должны мы обратить внимание сколько по времени ребенок может посидеть и что-то поделать или просто понаблюдать за тем что делает взрослый человек у меня к вам большая просьба все вопросы в чат вопросы задавайте пожалуйста хорошо чтобы я их видела изолированно от общего чата потому что там очень много информации комбинированный тип когда сочетаются и те и другие ну мне кажется что наиболее сложный потому что у ребенка страдает и когнитивные процессы и именно поведенческие стереотипы формируются неправильно ну и следующего такая основная основные группа симптомов сдвг признаки невнимательности и отвлекаемости импульсивности и гиперактивность о чем мы с вами уже говорили выше что же такое невнимательность если симптомы должны сохраняться не менее 6 симптомов должны сохраняться не менее 6 месяцев тогда мы будем с вами уже действительно выставлять диагноз синдрома дефицита внимания с гиперактивностью в данном случае тип невнимательности когда преобладает проблема с вниманием к сожалению вот этот синдром дефицита внимания в некоторых случаях почему-то явно присутствующие диагностически почему-то педиатры не выставляют а в некоторых случаях педиатры ставят этот по эту проблему и путают это с эмоционально-волевыми расстройствами вследствие травмы или гипоксии при рождении и так далее то есть сложно достаточно если все соблюдать то проблем постановки диагноза в принципе не бывает сосредоточение на деталях ошибки по неспособности внимательности то есть не может он быть внимательным он не может быть понимаете в чем проблема неспособность поддерживать внимание при выполнении заданий или во время игр играет играет детском саду обращали внимание все остальные сосредоточены на этой игре развивают ее а этот увидел другую игрушку быстренько туда перескочил к другим ребятам и вот папа группе он туда-сюда скачет а в классе это тот который постоянно отвлекается сам и при этом отвлекает всех других неспособность ребенка вслушиваться в обращенную к нему речь не слышит он он не слышит почему не слышит потому что он сосредоточен на чем-то другом сконцентрирован на чем-то другом следующее неспособность доводить задание до конца организаторских способностей нет потому что он туда-сюда перескакивает потери предметов постоянные или забывчивости предметов я забыл тетрадки я мне мама не положила я сделал уроки но не взял тетрадку у тебя где руль линейка не знаю я ее клал в портфель то есть здесь сразу начинают его уличать во вранье и так далее он реально не может помнить и не помнит часто отвлекаемость на посторонние раздражители и забывчивость повседневной жизни все он забывает и штаны застегнуть и юбку перевернуть и шапку правильно одеть или что-то положить портфель в общем все что все что только можно забыть ну вот смотрите я вот вам показал такую схемку нарушение внимания управляющих функцией процесс процессов обработки информации дефицит контроля над импульсами ну и к что происходит физиологически химически биологически как хотите нарушение регуляции обмена моноаминов почему я вам говорю об этом чтобы вы понимали что это не просто заставить быть внимательны это необходимо тщательно лечение регуляция обмена моноаминов есть препараты которые улучшают этот процесс химически дальше снижение метаболизма в префронтальной коре в переднем отделе поясной и извилины теменной коре и подкорковых узлах ниже я вам покажу схему вы поймете где что это где это находится нарушение функционирования фронтостриарных систем лоб и уходит туда стриарная система дисфункция префронтальной области коры теменной доля головного мозга ну как видим здесь нарушение достаточно серьезные вот пожалуйста эти премоторная зона префронтальная зона задняя теменная кора то есть здесь у нас все расположение префронтальной коры головного мозга вот четко все здесь у нас показано поэтому мы не можем это только списать на воспитание как иногда вот у вас ребенок невоспитанный не приучен быть внимательным нет не то что он не приучен быть внимательным к сожалению к сожалению он не может быть внимательным потому что его вовремя не полечили так существует устоявшиеся мнение что невозможно вылечить сдвг и невозможно ли правильно выстроить акценты в социуме так ли это вот я по-моему на ваши вопросы практически ответила к сожалению да но иногда бывают существенными эти нарушения и к сожалению мы все время с вами говорим о тех сенситивных периодах которые присутствуют и если мы это касается и медицины в том числе если мы вовремя не создали физиологические возможности ребенка формировать когнитивные процессы и прежде всего внимание то что я считаю что это основа основ то естественно что когнитивные процессы они будут искажаться не развиваться не формироваться поэтому естественно что вот эти проблемы останутся хотя у достаточного количества детей синдром дефицита внимания с гиперактивностью при правильном выстроенном лечении прежде всего и естественно что формирование именно вот к точечно вот этих вот этих функций то да возможно почти практически полная коррекция ну а что такое акценты в социуме я не совсем поняла вот вы пишете возможно лишь правильно выстроив акценты в социуме что это такое я не совсем поняла причем тут социум и психологическое развитие индивида именно в плане тогда когда это все внутри формируется а внимательность родителей к ребенку да обязательно если вы считаете это но относитесь к этому правильный педагогический процесс правильно выстроены соответственно возможностям ребенка в дошкольном образовательном учреждении психологическое благополучие в школе ситуации когда ребенку даются задания которые он реально может выполнить реально по своему состоянию то есть создание вот этой системы успеха то да поэтому но это не заболевание чтобы его лечить вы должны понять это состояние которое требует в том числе медицинского воздействия прежде всего наблюдения и коррекции нелечения здесь давайте о лечении говорить мы не будем хотя да препараты используются так далее лечится не синдром дефицита внимания а лечится та проблема которая существует у ребенка если это нарушение обмена веществ то значит необходимо регулировать если это сосудистые поражения лобной доли значит необходимо лечение вот этих сосудистых проблем лобной доли и дефицит внимания как проявление как одно из проявлений данных нарушений будет собственно говоря корректироваться но вот смотрите за что отвечая что обеспечивают функции исполнительные до когнитивные процессы речевые процессы двигательный контроль и упорядочение реакции эмоциональные процессы то есть вот что такое о чем мы с вами выше говорили почему почему собственно говоря происходит вот это комплексно клинические симптомы ну давайте о клинических симптомах вот вопросы задавайте ваши по вашим наблюдениям кто такие детки как убедить ребенка что нужно ребенка лечить никогда пожалуй знаете не говорите пожалуйста дети родителям что ребенка нужно лечить вот здесь есть определенные приемы вы все-таки психологи в большинстве своем если вы педагоги психологии вы тоже проходили вспоминайте лечение это сразу страх сразу у большинства родителей поверьте это отторжение а потом какой как вы можете говорить о лечении если вы не врач вы говорите так вы знаете вот вы же обращаете внимание вы не вы а вы родители обращаете внимание на то что у ребенка есть такие-то такие-то проявления не употребляйте медицинских терминов ни в коем случае вот вы знаете давайте прежде чем мы все-таки начнем давайте все исключим какие-либо проблемы я буду с вашим ребенком заниматься я даже знаю распишите программу которую вы будете использовать занятиях с ребенком но сначала давайте все-таки исключим те неврологические проблемы которые у него могут быть все-таки у вас беременность была тяжелой роды были а потом вы же сказали что он однажды получил травой да мама сразу соглашается с вами и спокойно идет врачу понимаете чем дело если вы не имеющий медицинского образования я имеющий статус врача я никогда не буду как психолог разговаривать в таком тоне я всегда обойду потому что я психолог на данный момент поэтому убедить нужно девочки вы психологию откройте почитайте внимательно очень внимательно что такое метод убеждения что такой метод внушения это психологические приемы которые вы обязаны использовать своей работе если у ребенка присутствует только невнимательность и отвлекаемость но здесь я вам уже дала четко да тип такой да может быть синдром дефицита внимания так больше вопросов нет в чат вопросы задавайте пожалуйста так со звуком все в порядке я смотрю да так но больше вопросов пока нету я не вижу задавайте в чат вопросы чтобы я сразу отвечала на них ну и удавайте клинические симптомы очень четко мы с вами рассмотрим самое главное самый главный период возрастной в развитии синдрома дефицита внимания мы будем говорить так есть ангиты есть еще форма когда гипоактивность то есть ребенок медлительные очень а вот что я вам я обещала практические советы вот я вам даю практический совет особенно до школьном возрасте составьте таблицу прям по возрастам до года мы с ребят со студентами с моими составляли ежемесячно то есть 10 11 12 потом с двух до трех с года до двух мы составляли до трех мы составляли каждые три месяца то есть один год три месяца один год по полтора года в один год девять месяцев и расписывали все абсолютно те навыки которые новообразование которые должны быть сформированы у ребенка концу вот этого периода то есть то что формируется в течение этого периода делим внимание память мышление две двигательные активность и так далее и когда у вас будет нормальная то есть нормальная возрастная психология таким образом добавьте физиологии обязательно давать и вот когда перед глазами у вас будет нормально развивающийся ребенок вы четко поймете наблюдая достаточно нашему в общем то с вами очень мало можем использовать диагностических методик в дошкольном возрасте единственное что одна из таких серьезных дошкольных методик которые мы можем уже шести лет использовать эта методика тулу спьерона то есть как раз методика на выявление проблем с вниманием очень серьезная методика она есть абсолютно во всем на многих сайтах найдите ее изучите она очень проста в обработке но очень информативно потому что очень очень много различных показателей ну и карта наблюдения которую вы ведете на каждого ребенка она позволит вам увидеть все то вот о чем здесь написано и вот смотрите беспокойство отсутствие дисциплины вспышки гнева и злости тяжелые без определенной причины очень часто бывают отсутствие желание возможности завершить задание отсутствие концентрации трудности в подчинении определенным правилам законам всему что ограничивать и через чрезмерная активная моторика ой он у меня такой активный прыгает прыгает бегает бегает все время мама должна маме нужно объяснить что бегать это хорошо но когда ребенок постоянно находит в движении как он воспринимает окружающий мир фрагментарно увидел тут же он переключился на другой предмет часть предмета этого увидел я все время привожу пример вы засунули руку в свой карман или сумочку стоя перед дверью своей квартиры что вы оттуда достали ключ почему потому что ваши руки очень хорошо помнят этот ключ зрительно вы закрываете глаза что вы видите перед собой ключ потому что вы его знаете и на ощупь и по силе тяжести и внешне а ребенок если он вот мою я говорю я про я удивилась потому что далее есть сначала этот пластилин посмотреть потом пощупать потом стали кусочки отщупать потом там какие-то формочки такие она наблюдает и она уже понимает что вот это достаточно в руке надо в рот нельзя наш несколько раз попыталась несколько раз убрали то есть формирование вот внимательности вот это да это тоже это социальная проблема то есть эта проблема отношения внимательного к своему ребенку родители и поэтому до трех лет если эти симптомы уже наблюдается это не всегда возрастная неусидчивость не всегда это уже проявление дефицита внимания они не понимают естественно в раннем возрасте что опасность есть то есть но мышление это нет логического откуда они знают им туда хочется забраться они туда и полезли ну и такого ребенка всегда нужно держать за руку и нужно обратить внимание на то что он может выбежать куда-то мама его хватает пугает но в общем все по замкнутому кругу ну и этот ребенок какой он не удобный очень неудобный дети иногда от них просто-напросто шарахаются потому что они очень шумные агрессивные но и естественно что очень сложно с ними общаться так поступили вопросы отвечу можно подробнее обращать внимание у детей до трех лет учитывая неблагоприятное течение беременности и патологические роды если вы имеете ввиду синдром дефицита внимания с гиперактивностью вот здесь я вам уже обратила внимание какие в нее есть если вы обращаете на что-то внимание еще раз прошу вас пожалуйста не выставляйте диагнозы если вы видите что есть какие-то проблемы особенно до трех лет ну согласитесь что все таки это патологическая беременность патологические роды но все таки неврологи есть и есть масса исследований которые позволят определить заболевание или состояние у ребенка обратить внимание вот клинические основные симптомы которые говорят в пользу дефицита внимания с гиперактивностью как проводить работу с ребенком школьником с сдвг при овз но есть масса упражнений по развитию смотря что за овз что за овз вот поэтому тут возможно если это связано с проблемами именно дефицита или сенсорной какой-то депривации то это одно если это связано задержки психического развития это другое если это синдром дефицита внимания с минимальными мозговыми дисфункциями это третье то есть все таки определить что здесь но есть масса упражнений есть масса готовых про программ которые вы можете использовать можете составить главное конечно во первых это развитие внимания и еще раз поговорю упражнений очень много второе это развитие контроля за своим поведением за деятельностью контроль текущий контроль плановый контроль и окончательный то есть учим регулировать свои эмоции в том числе и соответственно все вот это комплексно будет улучшать состояние ребенка как к когнитином прав в когнитивных процессов если у ребенка есть абсолютная забывчивость поте а что такое абсолютная забывчивость девочки используйте слова те которые есть почему я вам и говорю четко о терминологии что такое абсолютная забывчивость забывчивость потери или порчи вещей из-за невнимательности сложность длительной концентрации внимания опять же что такой длительной концентрации внимания концентрация внимания длительно не может быть она все равно в процессе деятельности внимание переключается во время обучения и утомляемость не запоминание имен но подобные симптомы не были проявлен до семи лет как это можно трактовать его прежде всего 11 лет ребенку прежде всего галина я вам могу сказать что собрать четко анамнез что было до семи лет вот когда вы с мамами разговариваете нужно очень четко понимать что мамы многого не знаю и поэтому мамам нужно просто напросто четко очень задавать вопросы все-таки выясните почему что было до семи лет что было конкретно не может такого быть что проявилось вдруг сейчас если бы это был уже взрослый человек и такие явления мы бы с вами говорили о том что произошло кровоизлияние в мозг и да но было незначительным но тем не менее здесь нужно какие здесь могут быть ну во первых здесь могут быть сосудистые проблемы у ребенка который не выявлено сейчас его ребенок пошел в школу и все вот это вы проявилось именно симптомами школьной дезадаптации возможно значит необходимо сделать исследование ну масса их у нас усадега сосудов гэшей головного мозга сделать электроэнцефалограмму сделать обязательно по последующим мрт то есть посмотреть выяснить что с ребенком скорее всего неврологическая какая-то проблема если ребенок школьник 9 лет часто забывает отдать работу учителю вообще забывчив но посмотрите что кроме забывчивости есть почему забывает он отдавать работу учителя скорее всего есть страх проверки работ но девять лет в принципе можно психологу использовать методику филлипс для того чтобы выявить этот страх а так в беседе поговорить психологу почему он боится отдавать работы еще раз говорю скорее всего здесь не сдвг а именно забывчивость в плане страхов вы сами сказали что неврологи предпочитают не реагировать на такие проявления да я сказала и утверждаю к сожалению поэтому есть мама которая пришла и которая показывает а вы я сказали что нужно выявить обязательно обязательно понимаете чем дело неврологи у нас по ситуации такая мама пришла с ребенком маленьким к неврологу невролог у нее спрашивают что вас беспокой ничего у нас все хорошо что невролог должен выявить потому что то о чем мы говорим это проявление поведенческие а как он себя может вести у врача или он сидит как божий одуванчик испугался потому что врача или орет благим матом потому что боится что ему сделать укол нормальная реакция естественно невролог отсутствие жалоб обычное поведение ребенка обычное ей кажется так потому что так естественно что она не реагирует на такие проявления поэтому мама должна четко прийти и рассказать что ее беспокоит состояние ее ребенка интеллектуальные нарушения но интеллектуальные нарушения что вы хотите значит то насколько выражены ольга нарушение у данного ребенка вы проводите выбираете те упражнения многократность повторения чистота занятий все здесь вы должны соблюсти в отношении ребенка с интеллектуальными нарушениями где границы между возрастной неусидчивостью двигательной гиперактивностью до трех лет вот я вам уже как раз и показала вот эти симптомы я их и оставила специально здесь потому что действительно до трех до лет достаточно сложно ребенок не развивается мы должны с вами понять если вот эта двигательная гиперактивность уже гиперактивность гипер раньше от называлась гиперкинетический синдром то в данной ситуации конечно мы должны с вами уже заподозрить что что-то не то ребенок не сидит на занятиях трехлетний ребенок способен сидеть на занятиях трехлетние дети читать учатся понимаете то есть вот как раз почему я вам посоветовала составить вот эту для себя большую таблицу не поленитесь посидите а вместо чтобы туда что-то дополнять что вы новое что-то узнали что вот еще вот так ассо я еще вот эту функцию не расписала и вот здесь я расписываю теперь мне все понятно так если у ребенка с двг 5 лет он все время сидит в компьютерные игры и с телефона после чего становится абсолютно не управляю что делать а зачем телефон то у ребенка зачем пятилетнему ребенку телефон объясните мне пожалуйста для того чтобы родителям было удобно для того чтобы не заниматься с ребенком пластилином кубиками какими-то настольными играми родители встречают ребенку в два полтора в год телефон для того чтобы он не вообще не мешался поэтому естественно становится абсолютно неуправляемым двигательная функция глаз вы сами посидите за компьютером через сколько времени у вас извините голова трещать начнет а ребенок то же самое у него все это несовершенно поэтому это вопрос не ко мне это вопрос к родителям так где можно увидеть таблицу таблицу вы составляете сами каждый составляет таблицу сам у вас есть столбики здесь вы прописываете возраст а здесь вы прописываете все функции можете на компьютере мои девчонки делали на листах а3 расчерчивали вышло в таблице по что вы делали должны были в институте по каким-то другим предметам поэтому здесь я не делаю что делать с такими родителями которые дают ребенку телефон беседы не помогают но я так понимаю что вы воспитатель и девочки если мы не можем на естественно естественно мы не можем зачастую скорректировать уже поведение родителей занимайтесь больше с таким ребенком давайте больше и такому ребенку задание на внимательность показывайте что есть альтернатива альтернатива есть что есть другие занятия как достаточно интересно девочки примеры таких я не видела таких таблиц кроме самодельных то есть то что делали сами студенты я просто вам рекомендую это сделать самим для того чтобы но понимать что в определенный возраст происходит значит смотрите начальная школа вот как раз здесь у нас и проявляются все те симптомы которых мы с вами говорим дело в том что я вам могу возвращаясь к таблице потому что несколько вопросов уже а дело в том что ну я не знаю как вам объяснить вы сами ищите по книгам возрастная психология то есть вы делаете квинтэссенцию вот тех знаний которые вам даны по на занятиях определенно когда вы учились вот что нужно делать так вопросы еще есть у вас чате вы пока смотрите клинические симптомы так ребенок нет не только так себя ведет но и кусает дает себе пощечина мама говорит что вела себя так же мальчику четыре года сложно сказать конечно здесь надо смотреть ребенка по-другому здесь никак методик еще раз повторяю ту тулус пьерона тулус пьерона набираю она в общем то самая простая и в исполнении только четко там нужно по минуте но шести шести с половиной лет можно использовать и использую я достаточно активно конечно это в большей степени для постановки минимальных мозговых дисфункций поэтому она в общем то но она основана именно на выявлении нарушения стороны внимания ну вот антонина опять я карасёва к этому вопросу все-таки здесь как-то надо во первых ребенка посмотреть потому что здесь психоорганический синдром очень похожая симптоматика на психоорганику поэтому как-то надо чтобы психолог внимательнее посмотрел этого ребенка и как-то маму уговаривать сходить психиатру потому что здесь психоорганика здесь коррекция медикаментозная сосудистыеnier а что такое сосудистые что такое сосудистые явления есть навязчивые движения они усиливаются что это такое или уточните пожалуйста Ольга шина потому что не совсем непонятно. Заберите телефон, Оксана, я совершенно с вами согласна. Заберите телефон. Ну нет, ну в группе вообще телефона не должно быть, а родителей, ну иногда родителей бесполезно убеждать. Бесполезно, потому что настолько бывают ограниченные. Каких авторов по возрастной психологии вы можете порекомендовать? Ну, во-первых, наших столпов, прежде всего, возьмите Немова. Да, он сложно читается, да, он очень объемный, но тем не менее обязательно посмотрите. Ну и Дубровина очень много по возрастным периодам информации, очень много, так что, ну это вот, например, наиболее такие вот авторы, которые вам больше всего доступны. И когда вы будете вот эти вот моменты рассматривать, для себя составлять картины, вы понимаете, для чего это таблица? Для того, чтобы создать психологический портрет. Вы можете без таблицы это сделать, по возрастам. Понимаете, в чем дело? Это нужно вам для того, чтобы вы понимали, что вот это на бумажке у меня описан нормальный ребенок, нормально развивающийся, гармоничный. А вот то, что я вижу по карте наблюдения за этим ребенком, понимаете? Поэтому это проще. Сделайте как психологический портрет ребенка одного года, двух лет, трех лет и так далее. Ну и вот смотрите тоже, о чем мы с вами говорили по поводу взрослых, да. Часть, к сожалению, людей, взрослых остается именно с этим дефицитом внимания, больше уже нарушения со стороны социальной адаптации у данных людей. Так, где можно посмотреть примеры таблиц? Да нигде, девочки, таблицы есть они, посмотрите в учебниках, не берите, пожалуйста, сайты, а еще скачивайте учебники, составьте электронную библиотеку, очень много. Какой промежуток времени использовать в таблицах с детьми, подростками? Ну, мы здесь брали по полгода, потому что действительно там могут быть изменения, связанные с возрастом критическим, и поэтому могут вот такие вот отклонения быть. Поэтому здесь мы брали уже дальше по полгода. После взрослых, когда взрослые, уже там можно брать по возрастам, описывать возраста. Пришел в группу очень проблемный ребенок, 7 лет, совершенно неуправляемый, маму направили на комиссию по МПК и работает, направили к неврологу. Но якобы у нее со здоровьем все хорошо, просто гиперактивен. Что делать? Страшно за детей. Но дело в том, что аргументировано, что я могу вам посоветовать? Я вам уже говорила, пожалуйста, пишите докладные на имя заведующего, директора и так далее, для того, чтобы все понимали, что вы действительно это видите, что вы действительно видите угрозу в этом ребенку в отношении себя и в отношении детей. Разговаривайте, многократно разговаривайте, не жалуйтесь родителям, а объясните родителям. Девочки, еще раз объясняю, этих таблиц нет, мы составляли их сами, так как нам удобнее. Писали докладные, но и родители. Ну, в данной ситуации, что я вам могу сказать? В МПК можно сделать официальный запрос на ПМПК, раз они были на ПМПК, как она говорит. Дело в том, что это возможно официально, и тогда вам скажут, какие проблемы со здоровьем у ребенка есть. Поэтому, ну, в данной ситуации так. У ребенка перед первым классом начались нервные тики, незапоминные. Но здесь прежде всего страхи. Здесь нужно поработать с психологом, прежде всего, Ксения, потому что нервные тики – это не обязательно сразу же к неврологу. СДВГ, а почему СДВГ, вы говорите? Устает у него невроз, невроз навязчивых состояний. Причем тут СДВГ? СДВГ тут нет, задание не заканчивает, потому что ребенок сосредоточен, а у ребенка испытывает страхи. Только и всего лишь. Поэтому здесь не обязательно обращаться именно к неврологу за постановкой диагноза СДВГ. К неврологу надо, но не СДВГ. Так, ну, я думаю, что вопросы все пришли. И мои данные здесь есть. Грамотную работу. А что вы хотите? Работать с родителями достаточно сложно. Антонина, это действительно очень сложно. Дочке в 3,5 года невролог ставит подозрение на СДВГ. Выписал по тагам. Какие поддерживающие препараты и БАДы стоят пить при таком синдроме? Девочки, я не имею права на вебинарах расписывать лечение, рекомендовать какие-то медицинские препараты. Подозрение на СДВГ вы должны были понять, посмотрев слайды, послушав меня, что нет такого подозрения на СДВГ. Если есть конкретные симптомы, есть конкретное течение, то, извините, это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Если этих симптомов нет, значит, это что-то другое. Что другое, я вам тоже показала. Ну и у меня на сегодня все. Надеюсь, что сегодня было продуктивно. В апреле у нас будет с вами два вебинара. Мы поговорим с вами о детском воровстве и поговорим о детской лжи. Или что это, ложь или фантазия? Мы с вами постараемся разобраться. Следите за анонсами внимательно. И если вас заинтересует эта тема, пожалуйста, приходите на наши вебинары. Ну и, пожалуйста, если у вас конкретные вопросы, конкретные формулируйте грамотно и, пожалуйста, присылайте мне или на почту, или на WhatsApp. Ребенок часто моргает и подергивает плечами, как будто пританцовывает. Она занята во многих кружках. Возможно, да, что это переутомление, которое вот таким образом проявляется, да, возможно. У меня все. Спасибо за внимание. До свидания.